Корреспондент ОРТ, я Александр Звежков. Держим вас в курсе самых важных новостей региона. Партнер программы Бузлукская группа компании Городской Торг в очередной раз стал победителем конкурса «Лидер экономики Оренбуржья». Предприятию удостоилось более 10 высших наград в различных номинациях. Городской Торг заслуженно входит в Золотой фонд лидеров экономики нашего региона. Адрес производства – Бузлук, улица Промышленная, 9. И вот, коротко, основные темы этого выпуска. Дом в поселке Новорудный будет восстановлен. Губернатор распорядился провести реконструкцию здания в короткие сроки. Главное богатство всей России в Оренбурге наградили золотую молодежь. Опасная незамерзайка. Оренбуржцам рекомендуют покупать ее с большой осторожностью. Полыхнул, как спичка. В Ворске сгорел дом на газетной семье. С миру по нитке. Добровольные пожертвования собрали вьетнамцам, у которых сгорел бизнес в Оренбурге. Оперу Олега приняли с восторга. Фестиваль имени Ростроповича учат ценить высокое классическое искусство. Жилье полностью восстановят и сдадут под ключ. Губернатор Юрий Берг встретился с жителями дома, квартиры которых пострадали от взрыва. Напомним, 2 декабря в подъезде панельной пятиэтажки в поселке Новорудный взорвался бытовой газ. В результате чего были повреждены несколько квартир в этом и соседних подъездах. Жильцы были эвакуированы. Специалисты осмотрели дом и приняли решение о его восстановлении. Так называемый газовый хлопок произошел в квартире на четвертом этаже. По одной из версий, виновником ЧП является хозяин этой квартиры. В конце прошлой неделе от ожогов он скончался в больнице. Повреждения дома оказались серьезными, людей отселили. Один из первых вопросов на встрече с губернатором – когда можно будет зайти внутрь, чтобы забрать вещи? Строители, которые уже проводят аварийные работы, говорят о конце этой недели. Юрий Берг обещает скорое и качественное восстановление жилья под своим личным контролем. Каждую неделю ездить не буду, но каждый день, что у вас тут делается, мне докладывают. Я все знаю. Никто из людей хуже жить не стал после того, как вот такое случалось. После детального анализа повреждений эксперты приняли решение – весь пятый подъезд необходимо разбирать и строить из новых панелей. Прежние утратили несущую способность. Лестничные марши усиливаются телескопическими опорами, внешние стены тоже укрепляются, после чего начнется демонтаж. Затем строительство. Предстоит возвести не только новые стены. В планах полная замена коммуникаций и ремонт квартир. После всего этого восстанавливаем панели, усиливаем плиты перекрытия и затем уже делаем чистовую отделку в квартирах и в подъезде. Объем работ большой, сроки сжатые. Будущие весной люди должны вернуться в свои дома. Пока они переехали к родственникам, 13 человек находятся в общежитии. Организовано бесплатное трехразовое питание. Всем пострадавшим выделены средства из резервного фонда губернатора по 10 тысяч рублей на человека. Их обеспечили теплой одеждой и постельными принадлежностями. Соцзащита знает, кто и в чем нуждается. Соцслужба продолжает контактировать с пострадавшими. Они знают наши телефоны, то есть в любой момент могут связаться. И все мы отрабатываем. Мы включены в комиссию, которую создал муниципалитет. И будем работать с городом совместно. Виталий Дерябин, Игорь Бюроев. Новости дня. 234 оренбуржца погибли во время первой и второй чеченской кампании. Сегодня их имена почтили минуты молчания у мемориала памяти ветеранов боевых действий. Торжественный митинг посетило немало оренбуржцев, среди которых были ветераны тех событий и родственники погибших. Со слезами на глазах они возлагают цветы. У мемориала памяти ветеранов боевых действий собрались участники давних событий и родственники погибших. 11 декабря 1994 года на территории Чечни по приказу президента Бориса Ельцина были введены подразделения Министерства обороны и внутренних войск МВД. Так началась первая чеченская кампания. Она унесла жизни более 4 тысяч солдат. Число потерь мирного населения неизвестно. Этот день стал днем памяти всех воинов, погибших в современных войнах и вооруженных конфликтах. Искренние слова признательности. За память, за силу духа, за силу солдатского характера, за то, что вы живете ради жизни и свято чтите традиции нашего русского, советского, российского воинства. В неспокойные годы на чеченской земле погибло 234 оренбуржца. Сержанту Олегу Берендееву удалось спастись. Его направили в Чеченскую республику в 1995 году. В то время как раз было заключено с боевиками перемирие и нам запретили стрелять. Но когда очередной раз мы проверяли населенный пункт на наличие боевиков, мы нарвались на большое количество боевиков. И вот там я несколько часов провел в окружении. Был раненый, контуженный. Но мы все-таки выбрались оттуда. Ветераны боевых действий поддерживают связь друг с другом. Так, в этом году почтить память своих боевых товарищей приехали тюменцы. Вспоминали в Оренбурже героев и других войн. Сотни оренбургских школьников и студентов приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню Героев Отечества. В памятный день чествовали как ныне живущих, так и погибших героев-земляков. В Оренбурге состоялось возложение цветов к памятнику Александру Прохоренко. В сквере у монумента собрались военнослужащие, кадеты, юно-армейцы, представители власти политических партий. Минуты молчания они почтили память оренбургского бойца, погибшего в 2016 году в Сирии в бою с террористами. Возлагая цветы, собравшиеся, вспоминали о подвиге Александра Прохоренко и то, что он не пожалел собственной жизни за других. Наша задача – помнить о героях-земляках, говорит первый вице-губернатор. А те, кто внес свой клад в то, чтобы Россия была сильной и независимой. Хотелось бы, чтобы те ветераны, которые живы, наши герои, они продолжали долго жить, потому что мы гордимся ими. А те, кто сложили голову, не дожили до сегодняшнего времени, наверное, самое главное – нам помнить о них, потому что от этого во многом зависит и судьба нашей страны. На сегодняшний день в Оренбургской области проживают три героя России, 22 героя социалистического труда и четыре полных кавалера Ордена Трудовой Славы. Сегодня в областном центре наградили представителей золотой молодежи Оренбуржья. Сто инициативных молодых людей получили из рук головы региона памятные нагрудные знаки. Среди них начинающие ученые и лидеры общественных организаций, спортсмены. С лучшими из лучших познакомилась Анастасия Матвеева. Сто лучших представителей молодежи региона. Эти парни и девушки – активисты, спортсмены, ученые-инноваторы, молодые предприниматели и те, чей героический поступок запомнила вся область. Сергей Андреев признается – всегда мечтал быть спасателем. Летом 2016-го на его глазах подвыпише отец потащил своего маленького сына в озеро. Через несколько минут раздались крики о помощи. Я прихожу, мальчик уже тонет. Смотрю, мой племянник его пытается вытащить, что ничего не получалось. Я нырнул, забрал его и все. Вытащил на берег. Сергей Андреев награжден медалью за спасение утопающих. Теперь он получил еще и знак «Золотая молодежь Оренбуржья» из рук губернатора области. Сегодня здесь в числе «Золотой молодежи» есть представители разных профессий, в том числе молодые врачи и педагоги. И это еще раз подтверждает, что в центре всей нашей работы всегда стоит человек, что ваша деятельность важна и необходима людям. Я рад, что активную позицию занимает работающая молодежь. Юрий Берг отметил, в этом году почетного звания удостоены 35 студентов и 15 школьников. Среди них Алена Денисова. Девушка совершила порядка 500 прыжков с парашютом. Награждены представители педагогических династий, талантливые музыканты и молодые ученые. На счету Ольги Давыдовой порядка 15 научных публикаций. Студентка занимается исследованиями в социальной работе. Социальная работа направлена на разрешение социальных проблем различных. Я работаю с разными категориями проблем. Это и с девиантным поведением, и с фастерными семьями. Данная профессия, она всего лишь появилась в 91-м годах, и нужно ее развивать. В этом я и как раз таки занимаюсь. Областной конкур «Золотая молодежь Оренбуржья» проводится в восьмой раз. Это своеобразная доска почета достижений молодого поколения региона. Победители конкурса могут получить престижную работу, а также войти в кадровый резерв органов власти. Анастасия Матвеева, Роман Боричев. Новости дня. Наш канал продолжает предновогоднюю акцию «Стать волшебником просто» совместно с фондом «Наши дети». Мы знакомим вас с маленькими оренбуржцами, у которых ограничены возможности здоровья. Но, как и все дети, они мечтают о празднике и новогоднем чуде. В роли доброго волшебника может выступить каждый из нас, осуществив мечту ребенка. Итак, сегодня история про 11-летнего Марата. Это его первый клип, который увидели и в Москве. С песней «Не забывай» 11-летний Марат стал лауреатом двух музыкальных фестивалей – областного и международного. Он очень творческий человек. Мы видим его, конечно, в будущем, если, конечно, все будет нормально, в творчестве. Поэтому вот занимаемся. Марат родился на севере в городе Сургуте, в роддоме. Его поместили в кювес, где под кислородом у малыша произошло отслоение сетчатки. Неожиданно для всех родственников мальчик ослеп. Когда он подрос, решили переехать в Оренбург, рассказывает Гульнара. Здесь понравилась школа, у которой серьезный опыт работы с незрячими детьми. Педагоги и выявили у Марата идеальный слух и голос, и стали развивать музыкальные способности. Он играет классику, но еще хочет научиться читать рэп. А в свободное время, как и большинство мальчишек, Марат предпочитает компьютерные игры. С ними-то и связаны его новогодние желания. От доброго волшебника он хочет получить игровую консоль. Ну, если кроме зрения, то тогда Sony Poest 4. Это игровая консоль, там играть можно. Ну, чтобы как-то проводить свободное время. Акцию «Стать волшебником просто» канал ОРТ проводит совместно с фондом «Наши дети». Каждый из нас может выступить в роли доброго мага, осуществив мечту ребенка. Анна Золотухина, Владислав Горбунов. Новости дня. Напоминаем, что все истории особенных детей, участвующих в предновогодние акции, размещены на нашем сайте media56.ru. На главной странице вы увидите баннер «Стать волшебником просто». Кликните на него, и откроется страница с несколькими видеороликами. Если вы изъявите желание исполнить мечту какого-либо ребенка, на сайте указаны контакты, как можно связаться с родителями. Оксана Набатчикова подвела итоги работы фракции ЛДПР в законодательном собрании Оренбургской области за этот год и поделилась планами либерал-демократов на 2018-й. В этом году в фракции внесено 33 законодательные инициативы. Они касались различных сфер – медицины, экономики, ЖКХ и других. Три проекта закона находятся в работе и будут внесены в парламент. Ряд инициатив ЛДПР уже принято. Как всегда, либерал-демократы большое внимание уделяли работе на местах, проводили рабочие встречи, круглые столы, выезжали в районы и участвовали в днях информации. За год подобных мероприятий и встреч проведено порядка 400. Один из таких круглых столов касался поддержки местных товаропроизводителей. В этом вопросе у нас идут рабочие места, у нас идет поддержка малого и среднего бизнеса. И необходимо встраивать все-таки наших производителей в те сети, которые есть сегодня, и поддерживать наших мелких торговые предприятия. Приятным моментом является то, что после проведения нашего круглого стола многие товаропроизводители и торговые сети нашли друг друга и у нас находят отклики к нам о том, что выражают нам благодарность, то есть даже с практической точки зрения. «Единая Россия» открыла новый учебный курс для членов партии. Обучение в днем для партактива бесплатное и добровольное. Все подробности у наших корреспондентов. Гражданский университет – это партийный проект. В нем началось обучение очередного набора слушателей, уже пятого по счету. Занятия будут проходить в нерабочее время в Оренбургском филиале Академии народного хозяйства и госслужбы. Обучение рассчитано на 9 месяцев. Позволяет нам повысить свой уровень качества образования, более расширить свой кругозор, пообщаться с выдающимися политиками Оренбургской области, подчеркнуть для себя кое-какие особенности ведения той или иной политической деятельности. Главный контингент – члены партии «Единая Россия». Обучение для них будет бесплатным и добровольным. Но очевидно, что такая учеба будет бонусом для члена партии при дальнейшем продвижении по карьерной лестнице. Исполняющий обязанности секретаря Генерального совета Андрей Анатольевич Турчак сказал, мы дальше планируем расширить географию обучения. Это будут обучения и в Москве, и в других территориях уже на более высоком уровне. Ну и, соответственно, ребятам будет возможность, получая знания, еще и себя проявить. Потому что они все будут защищать дипломы, они все будут презентовать свои проекты. Занятия для слушателей проводят известные политики и чиновники, политологи и эксперты из различных сфер. При этом лекции в Гражданском университете отличаются от обычных. Они больше носят прикладной характер. Успешно прошедшим курс и итоговые тесты выдадут свидетельства. Для муниципальных и госслужащих это своего рода повышение квалификации. Елена Давыдова, Владислав Горбунов. Новости дня. Вот о каких событиях расскажем сразу после рекламы. Не переключайтесь. Плыхнул как спичка. В Ворске сгорел дом на газетной семье. С миру по нитке добровольные пожертвования собрали вьетнамцам, у которых сгорел бизнес в Оренбурге. Оперу Олега приняли с восторга. Фестиваль имени Ростроповича учит ценить высокое классическое искусство. Это новости дня и мы продолжаем. Для пополнения региональной казны областной Минфин объявил об эмиссии государственных облигаций Оренбургской области 2017 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга. Ценные бумаги имеют номинальную стоимость в 1 тысячу рублей за одну облигацию. Количество облигаций 4 миллиона штук на общую сумму 4 миллиарда рублей. Эти деньги в итоге поступят в бюджет Оренбуржья. Облигации будут реализованы через московскую биржу ММВБ РТС, начиная с 14 декабря. Практика предыдущих займов показывает, что ценные бумаги Оренбуржья очень быстро находят своих владельцев. Во-первых, они гарантируют стабильную и довольно высокую доходность, превышающую проценты по банковским депозитам, и при этом минимально рискованную. Во-вторых, приобретатель облигаций может рассчитывать на доход по ним каждый квартал вплоть до декабря 2027 года, когда облигации будут погашены. И в-третьих, большой интерес к ценным бумагам области объясняется устойчивой экономической ситуацией. Связано это прежде всего с той высокой оценкой, которую нам дают экспертные сообщества. По оценке фич у нас стабильный прогноз развития всей нашей ситуации, и поэтому мы для инвесторов очень интересны. Наши облигации уникальны, они длительного срока действия. Это тоже повлияло и на предложенную цену, и на тот большой спрос, который мы видим на бирже по поводу наших облигаций. Получно от продажи облигаций средства пойдут на погашение текущего бюджетного дефицита. Это предусмотрено соответствующим региональным законам, который год назад утвердил бюджет текущего года и на плановый трехлетний период. Одно из самых знаменательных событий в экономической жизни региона. Сегодня стали известны имена победителя областного конкурса «Лидер экономики». Он проводится ежегодно. Участие в нем принимают предприятия и муниципалитеты области. В зале торжеств правительства области – те, кого принято называть деловой элитой Оренбуржья. Событие регионального масштаба по традиции объединяет самых успешных руководителей со всей области. Здесь и управляющих крупных компаний, ведущих предприятий области и главы муниципалитетов. Конкурс «Лидер экономики» проводится в 17-й раз. Количество заявок от желающих принять в нем участие исчисляется десятками тысяч. В финал вышли 64 предприятия и 15 муниципалитетов. Это те, кто доказал, их работа эффективна по всем показателям – от производственных до экологических. Для укрепления и развития экономики региона на всех уровнях выстроена слаженная совместная работа власти и бизнеса. Благодаря эффективной деятельности предприятий и организаций сохраняются и создаются новые рабочие места. Снижается официальная безработица. Растут денежные доходы Оренбургса. И еще об одном важном показателе – состояние экономики. Наши предприятия по-прежнему активно участвуют в социальном развитии региона. В правительстве области тесно сотрудничает с крупными компаниями, а бизнес подтверждает свою социальную ответственность. Несмотря на трудности, у нас есть необходимый потенциал для дальнейшего развития. И в этом, в первую очередь, заслуга лидеров экономики, то есть вас и ваших коллективов. Итоги конкурса традиционно подводятся по девяти номинациям. Решение по победителям принимает компетентное жюри, в составе которого – руководители отраслевых министерств и ведомств, федеральных структур и общественных организаций. Итоги областного конкурса «Лидеры экономики» – это признание социально-экономических заслуг, деятельности предприятий и муниципалитетов. Золотой фонд областного конкурса «Лидеры экономики» – это десятки крупнейших предприятий региона. К ним относится группа компаний «Городской Торг». Это бузуловское предприятие не раз отмечено высшими наградами престижных региональных конкурсов. Сегодня копилка достижений пополнилась. Гор Торг признан одним из победителей конкурса «Лидеры экономики». Наши корреспонденты узнали, в чем секрет успеха. Директор Ивана Владимирович Дикман. 17-я церемония награждения. И в 17-й раз бузулукская группа компаний «Горторг» становится одной из лучших на конкурсе «Лидеры экономики». Заветная статуэтка из рук первых лиц правительства области – признание того, что вектор развития выбран правильно. По словам руководителя предприятия Ивана Дикмана, успехи компании – заслуга всего трудового коллектива. Секрет предприятия в людях. Люди, которые работают на рабочих местах – это наше золото, это специалисты, технологи, рядовые работники. Предприятие подтверждает свое лидерство на практике. «Горторг» по праву можно назвать одним из крупнейших торговых и перерабатывающих предприятий региона. Группа компаний имеет свое производство и собственную розничную сеть магазинов. Ассортимент тысячи товаров – колбасные и хлебобулочные изделия, кулинарная и кондитерская продукция. При этом предприятие продолжает развиваться, составляя серьезную конкуренцию федеральным сетям. Не стоим на месте, тоже развиваемся, открываем новые цеха. В цехах, которые уже существуют, шесть цехов, мы расширяем линейку нашей продукции, изобретаем или придумываем новые наименования продукции, полуфабрикатов, которые мы торгуем в магазине. Что особенно важно, предприятие работает исключительно на отечественном сырье. Сотни покупателей по всей области отдают предпочтение именно продукции городского торга. Новая награда – знак лидера экономики Оренбуржия – пример успешного развития даже в экономически непростое для большинства время. Оксана Боричева, Игорь Бероев, Новости дня. Теперь к сводке происшествий. Большой пожар в Орске. Минувшую ночь на улице Октябрьской сгорел дом многодетной семьи. Как сообщили очевидцы, возгорание началось от бани. Далее огонь перешел на сарай, в котором находились животные и птицы, а от сарая на дом. В нем и живет многодетная семья. В результате загорели бани, сарай, крыши дома. Погибли все животные и птицы, которые жили в пристройке. Огонь мог перекинуться и на соседнее здание. Однако пожарным удалось отбить его. На месте ЧП работало огромное количество расчетов. В итоге огонь удалось потушить. К счастью, никто из членов семьи не пострадал. Другие пострадавшие от огня – это десятки человек, вынуждены просить о помощи через социальные сети. Предприниматели, у которых в торговом центре мира в Оренбурге сгорело оборудование и товар, находятся на грани отчаяния. Люди говорят, что к Новому году закупились в кредит. И теперь бизнесмены остались с огромными долгами. У большинства торговые точки были единственным способом прокормить семью. Для них сгоревший комплекс был не просто рабочим местом. Он объединял целые поколения вьетнамцев. В основном в торговле были задействованы целыми семьями. Одни привозили, другие разгружали, третие работали с покупателями. В 12 лет вьетнамцы обустраивали свои точки в Оренбурге, завозили оборудование и закупали товар. Сгорело все в один миг. Десятки человек остались ни с чем. Новость о страшном пожаре быстро разлетелась и сейчас в социальных сетях создана группа помощи для тех, кто пострадал в результате ЧП. Вьетнамская диаспора направила своим собратьям из Оренбурга материальную помощь. С миру по нитке удалось собрать 800 тысяч рублей. Деньги прислали представители этого народа с разных регионов России и стран СНГ. Сейчас предприниматели решают, восстанавливать бизнес или уйти в другую сферу. Ущерб от пожара, который произошел на проспекте Победы 2 декабря, оценивается в десятки миллионов рублей. Сейчас на месте пепелища продолжают проводиться экспертизы. Результаты станут известны к концу декабря. В связи с наступлением холодов и повышенным спросом на незамерзайку, эксперты регионального управления Роспотребнадзора напомнили оленбургским автолюбителям об опасности метилового спирта. Так, с начала года медики зарегистрировали 19 случаев острого отравления метанолом. Эксперты напомнили, что при производстве незамерзающей стекломывающей жидкости используются спирты непищевого назначения. Официально разрешено включать в состав изопропиловый спирт, который имеет резкий запах, схожий с ацетоном. Однако недобросовестные производители добавляют более дешевый метиловый спирт. Даже сравнительно небольшая доза метилового спирта токсичен для человека. Всего 5-10 миллилитров этого вещества, употребленного внутрь, приводят к утрате зрительной функции. А 30 миллилитров могут стать причиной летального исхода. Поэтому оренбургским автомобилистам рекомендуют не покупать незамерзайку в местах нелегальной торговли. К новостям культуры. Сегодня в Оренбурге подводят итоги 5-й международный фестиваль имени Мстислава Ростроповича. По традиции он представляет оренбургским шедевр мировой оперной сцены. А в этом году совпал еще с памятной датой – 90-летием со дня рождения великого маэстро. Этим вечером на сцене областной филармонии лирические сцены из Евгения Онегина, постановки Андриса Лиепы. А накануне мои коллеги окунулись в музыкальную стихию оперы «Рахманинов Олега» в исполнении солистов Центра оперного пения Галины Вишневской. Слава был великий музыкант. И он оказал огромное влияние на развитие музыки. Устами музыкантов и композиторов, фактами биографии и истории. Но лучше всего о великом маэстро может рассказать сама музыка. И национальные краски, и тонкие переливы чувств, и драматизм. В опере Сергея Рахманинова по поэме Пушкина «Цыганы» сюжет, как и музыка, пленяют прямодушием и щедростью разнообразных мелодий. Ну а еще мгновение назад за кулисами среди солистов волнение и ожидание магического музыкального действия. Мы очень любим эту музыку, эту постановку. И мы сегодня уже целый день вот просто в предвкушении нашего спектакля. Здесь царит уникальная атмосфера. Мстислава Ростроповича вспоминают не только как прославленного маэстро и учителя, но в первую очередь как уникального человека. Я училась по его записям. Ставлю запись, слушаю, знаю, как это нужно делать, играю. Какой музыкант, какой велончилист, но все к нему тянулись именно как к человеку. Потому что одно доброе слово, ласковый взгляд, и все обретали надежду. Вера и надежда по сей день – душа и сердце ежегодного фестиваля. На сцене коллективы с мировым именем, в зрительном зале – не смолкающие овации. В числе гостей – первые лица региона. Заключительный этап международного фестиваля. Он шагает по планете, от Москвы до Вашингтона. Поистине, международного значения. Я поздравляю всех нас с этим замечательным событием. Желаю всем сегодня хорошей встречи с великой музыкой. Трехдневная фестивальная программа в этом году во многом особенно. В ее рамках День памяти Галины Вишневской. Мы решили провести вот этот день именно на фестивале здесь, в Оренбурге. Очень важен для нашей семьи в городе. И поэтому 11 декабря в память о маме будет звучать ее любимая опера Евгения Негинс, которая начинала свою карьеру. И это первая опера, которую продириживал мой папа. Творческий тандем Ростроповича и Вишневской в эти дни на устах не только родных и коллег, но и, конечно, их преемников и воспитанников. Я помню каждое слово Галины Павловны. Вот она мне говорила, что здесь главная эмоция. И, конечно, она была в этом полностью права. Анна Фтюрина, Георгий Бурлуцкий. Новости дня. Импровизация и изысканный ритм. В Переволосском районе, в Центре культуры и досуга села Кубанка, прошел 7-й областной фестиваль джазовой музыки «Рождественские встречи». В чем его особенности? Какие коллективы в этот раз услышали ценители джаза, узнали наши корреспонденты. На сцене хозяева фестиваля – Детский народный эстрадный оркестр. Руководит им заслуженный работник культуры Яков Пеннер. Именно по его инициативе в Кубанке начали проводить рождественские встречи. Джаз, во-первых, это музыка такая, значит, демократичная. Ее понимают, если ее любят, ее любят и седы, и молодежь. У нас видели детский оркестр, совсем дети играют в джаз. Видели убеленные с сединой Аксакалы из Актобе. Это все объединяет. Фестиваль джазовой музыки в Кубанке впервые состоялся в 2011 году. Тогда в нем участвовали всего 6 любительских коллективов из Оренбуржья. Прошли годы, музыкантов стало больше. Географические границы значительно расширились. Здесь наши корни. И руководитель Яков Пеннер приглашает нас, как старых знакомых, старых друзей. И для нас это очень важно, потому что мы приезжаем на родину, хотя уже более 10 лет живем в Москве. Услышать профессионалов, познакомиться с ними, а также показать свое мастерство, приехал и инструментальный ансамбль «Траум. Мечта» из Энгельса. Мы концертирующая группа, огромный репертуар и немецкая музыка, и классическая немецкая музыка. Эстрадные очень много танго особенно мы любим. Гарделя, пиццола, вот дранго, танго мы сегодня привезли как раз в нашей программе. После выступления участников мастер-класс от джазменов из Казахстана. За оружие Загбаева играет на фортепиано. Как говорит девушка, в большом оркестре ее инструмент очень важен, потому что именно клавишные дают вкус звучанию. Сегодня мы играем в разных направлениях и джаз, и басунова, свинг, и фанк, так что джаз-рок даже. Такие встречи, говорят участники, способствуют не только популяризации джаза в Оренбургской области, но и росту уровня самих джазовых коллективов. Он будет проводиться и в следующем году. Как отмечают сами организаторы, на предстоящую встречу они ждут музыкантов из Германии. Елена Еремина, Константин Воробьев, Новости дня. Это была последняя информация выпуска. Желаю вам хорошего вечера. Одевайтесь теплее. В Оренбурже не на шутку похолодало. Лидер качества Оренбуржья. Продукция базулукской компании «Городской торг» уже в Оренбурге. Улица Карагандинская, 22, торговый комплекс «Сокол». Улица Салмышской, 41, торговый комплекс «Новый мир». Тонары «Горторг». Улица Восточная, 29, проезд Северной, 12, улица Новые, 4. Оцените вкус и качество в фирменной продукции «Городского торга». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова